У главы государства широкий выбор инструментов для обеспечения территориальной целостности Украины и мирной жизни граждан. Полномочий и решимости мне хватит. Я не хочу войны. Я не хочу мести. Хотя перед глазами большие жертвы, принесенные украинским народом. Я хочу мира и добьюсь единства Украины. Поэтому начинаю свою работу с предложения мирного плана. Это одно из заявлений Петра Алексеевича Порошенко, нового пятого по счету президента Украины, который принял присягу на верность украинскому народу 7 июня нынешнего года. Это лаконичная, боевая, четкая, откровенная и дерзкая речь. Так эксперты, в том числе и международные, говорят о выступлении президента Украины на церемонии инаугурации, которая состоялась, я напомню, в Киеве 7 июня. Украина обрела нового главу государства. Официально обрела после выборов, в котором в первом туре Петр Порошенко победил. Хотя есть и ряд скептиков, в том числе в одесском политикуме. Я не буду называть их фамилии, дабы создавать им некую такую политическую рекламу. Тем более, что нас ожидают выборы в местные советы. Я думаю, конечно же, они состоятся в 2015 году. Но самое главное слово на этих выборах, буквально одна реплика, должны сказать одесситы. Только одесситы могут сказать о том, что мама, мы тебя любим. И Одесса, мама ответит тем же одесситам. Она нас любит. Так вот, если говорить о речи президента, много эмоций, много впечатлений, много обсуждений в общественном транспорте, на улицах, на пляжах, в такси. Одесситы, в том числе, говорят о своих впечатлениях. Но, опять-таки, подчеркну, скептики уже подчеркивают. Такой вотум доверия президенту Украины якобы был в 2004, вернее, 2005 году, когда в третьем туре был назначен президентом Украины Виктор Андреевич Ющенко. Именно назначен. Вот такое мое мнение, оно не изменилось. Опять-таки, отвечая скептикам, не изменилось с тех пор, хотя прошло уже 10 лет. С назначенным Ющенко все ясно. Все-таки не хочется, чтобы мы ошиблись и в Петре Порошенко. Я надеюсь, ему доверие не только Запада, а прежде всего украинского народа удастся оправдать. Первым указом президента Украины стал указ о принятии на себя полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Это норма протокола, это норма нашей государственной жизни. Петр Порошенко, напомню, обещал в течение недели остановить активные боевые действия на Донбассе. Ряд экспертов отмечают, что план действий Порошенко, опять-таки, мы предполагаем, заключается в том, что в течение недели активные боевые действия в рамках антитеррористической операции будут приостановлены. Боевикам, российским боевикам и военнослужащим регулярных российских частей дадут зеленый коридор, дабы забрать трупы своих погибших товарищей, а я их называю наемниками. Ну, уж пусть забирают. Пусть забирают, и они уйдут в Российскую Федерацию, хотя мне с трудом в это верится. Бандитов еще много будут гулять по Донбассу, есть работа для спецслужб в том числе. А дальше, кто не спрятался, я не виноват, как говорят в одной из детских считалочек. Врага надо уничтожать, тем более, если он не сдается. Не посчитайте меня кровожадным. Я прежде всего хочу, чтобы наши дети, не только одесские, хотя прежде всего одесские, вообще все украинские дети жили под мирным небом. И заметьте, вот у нас главное пожелание в эти дни, и не только в эти дни, 9 мая особенно, это мирное небо. Тем более для Одессы это очень актуально. Мы пережили события 2 мая, и долго еще будем их вспоминать. И не хотелось бы, опять-таки, просьба ко всем, чтобы на этих событиях спекулировали. Прежде всего наши недруги. Они это пытаются делать, да, Никита Сергеевич? Это Михалков, который там зубоскалит по этому поводу. И отсуженные у журналистов деньги, потом передают в Одессу на помощь пострадавших 2 мая. Так вот, президент обещает, что в ближайшее время в Луганскую и Донецкую области он приедет с миром. Но при этом говорит и цитирует, вернее, перефразирует цитату моего, одного из самых любимых политиков Уинстона Черчилля. Он говорит о том, что сегодня у Украины несколько союзников, не только армия и флот, это уже по Черчиллю, но и национальная гвардия и профессиональная спецслужба. Едва ли не впервые президент Украины, новоизбранный глава государства, говорит о том, что украинская армия наконец-то должна стать элитой украинского общества. А еще элитой, кроме армии, на мой взгляд, должны стать наши учителя, наши медработники, сотрудники социальной сферы. Да вообще, Украина должна стать элитарной, если хотите, в моем понимании. Ну а теперь о том, с чем Украина встречает и встретила нового президента, с чем мы вступили в новую политическую эру. Украина буквально каждый день прощается с силовиками, которые, выполняя свой служебный, свой государственный, свой мужской, если хотите, долг, защищают нашу Родину. Ребята с Волыни, ребята со Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей, Закарпаттия, восточных областей, южных областей, центральной Украины. В Житомире 95-я бригада прощалась с командиром батальона, который погиб, погиб на востоке страны, защищая нас с вами, наших детей. Давайте посмотрим, как Житомир прощался с украинским офицером, до конца выполнившим свой воинский, свой офицерский долг. Действительно, такие люди приходят в такие короткие часы и залишают такие великие следы. После себя герой Украины, очень горный человек. Людина, как будто в мирный час, в период неоголошенной войны со стороны РФ, погибла по-геройски, защищая всех нас и наше мирное життя. Педрозил, яки очурил подполковник Синюк Тарас Михайлович. В районе населенного пункта Красный Лиман попал в засаду, завязался бой с сепаратистами. И пять частого боя погибло два вискового службовца, в том числе и командир батальона. Пуля влучила в тело, причем пуля большого калибра, не автоматная, бронежилет пробила этой пулей. Вот так же Томир, 95-я бригада, вся Украина попрощалась с одним из погибших силовиков, подполковник Тарас Синюк, командир батальона. Уже его бойцы не скажут, ему комбат батяня, батяня комбат. Так же, как и родные, близкие и дети, которые остались без отца. Буду откровенным до конца, к сожалению, это не последняя жертва среди наших солдат и офицеров. К сожалению. Дай Бог, дай Бог сил политической воли новому президенту выполнить свое обещание прийти на Донбасс с миром. И чтобы там все закончилось. Закончилось. Ну вот так. Переходим к обсуждению других тем на минувшей неделе. Кроме инаугурации президента Украины, это, естественно, главное событие для нашей страны. 3 июня Верховная Рада Украины приняла такое незаурядное политическое решение. Очень редко такие решения принимал украинский парламент за всю свою историю. Так вот, 3 июня Верховная Рада Украины проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Олега Царева и привлечение его к уголовной ответственности. Есть санкция на арест. Понятно, о чем идет речь. О сепаратизме, о питбуривании до сепаратизма, до террористичных дей. Единственное, что плохо. Более чем уверен, Царев, как и его патрон Янукович и же компания находятся в России. Вряд ли в ближайшее время, к сожалению, вряд ли нам его выдадут. Хотя, вы знаете, вот батька Лукашенко, который приехал на инаугурацию Петра Алексеевича Порошенко, нового президента Украины, он заявил, что боевиков на востоке Украины надо уничтожать. Это к любителям Порошенко тоже. И Лукашенко, вот видите, как заявляет, и он встал, когда Порошенко заявил о том, что Крым есть, был, есть и будет украинским. И аплодировал, и призывал, что Украина должна быть единой неделимой. Все. Пока на этом все. Мы еще будем осуждать новые шаги, новое предложение Петра Порошенко, президента Украины. В этой студии будет Николай Шотов. А говорим в этой студии о том, решают ли наши голоса что-то на выборах. Тем более, мы прошли 25 мая, некое политическое чистилище для страны в целом и для Одессы. Избирали нового городского голову. А впереди еще выборы в местные советы. И только нам, одесситам, решать. Поверьте мне, только нам, одесситам, решать, кто будет новым государством, новым городском совете. Рада Громадской Беспеки. Вот эта организация заявила о себе очень активно. Мы в этой студии общались с активистами этой общественной организации, этого такого, знаете, одесского подразделения, если хотите, общественного. И я знаю, что прошло отчетное собрание Рады Громадской Беспеки. И об этом в этой студии нам расскажет Юрий Казарис, один из координаторов Рады Громадской Беспеки. Сегодня именно так мы Юру и представим. Юр, добрый вечер. С наступившими вас праздниками, с тем, что мы обрели нового главу государства. Опять-таки говорю, без иронии. Дай бог, дай бог, что-то будет в стране меняться. Тем более, вы, как представитель милитократической партии, об этом очень часто в этой студии говорили. Итак, чем сегодня живет Рада Громадской Беспеки? И риторический вопрос. Решает ли наш голос что-то на выборах как таковых? Тем более, в выборы вы прошли работа непосредственно в одной из команд, одного из кандидатов на пост мэра. Рады Громадской Беспеки. Хотела бы поздравить еще раз всех одесситов. А сегодня их было больше тысячи на нашем собрании, таком неформальном собрании. Все-таки лето. Да, все-таки лето. И вот было очень приятно смотреть на одесситов с улыбками, радостно плескающихся в море. И вот нас много, но вопрос качественных шагов. Мы отстояли город, одесситы отстояли город. И у нас сейчас, благодаря этому, жаркое лето. Пора отпусков. Сегодня у нас есть возможность не только общаться в этой студии, в прямом эфире, да, а наши коллеги там находятся на море. И слава богу, дай им бог хорошего отдыха. Мамы могут спокойно ходить по городу, со своими детьми гулять. Мама Одесса может спать спокойно и любить всех нас, так же, как мы ее. И вот что касается выборов, за две недели до начала выборов мы вошли в избирательный процесс в полном масштабе, потому что до этого одесситы думали не про выборы. Хотя висели бигборды, и те люди, которые больше были уклонны на бигборды, а не на защиту Одессы, да, они занимались выбором. А одесситы занимались борьбой за мир и спокойствие в Одессе. И сейчас получается, какой я вывод сделал, что за две недели до выборов, мы когда вошли в этот процесс, мы очень много чего сделали. Но было важно для меня понимать, готовы ли граждане Одессы выдвинуть кандидата, полностью провести его до победы. Оказывается, у нас еще очень мало опыта, понимания, что это нужно делать. Мы всегда привыкли выбирать из того, что нам предлагают. Нам нужно перейти к шагу. То есть давайте говорить откровенно, мы не сами одесситы пока еще, к сожалению, составляем вот это политическое меню, а нам его приносят в любом ресторане или кафе. Вот вам меню выбирайте. И вот основная часть тех было несколько кандидатов, у нас всего 20 кандидатов было, и вот часть какая-то была действительно из народа. И шла речь, что давайте объединимся все вокруг одного кандидата. То есть там были попытки нас обвинить в том, что мы отбираем у кого-то голоса, мы чьи-то. Хотя меня удивляло то, что насколько одесситы не готовы, вообще у нас граждане не готовы к тому, чтобы не выбирать из того, что предлагают, а выдвинуть лучшего среди себя и полностью обеспечить его победу. То есть большая часть меня очень сильно огорчила, что она все-таки как бы свернулась под одного кандидата. То есть Эдуард Гурвиц, скажем, я не вижу. Сейчас Майдан стоял за то, чтобы она кардинально изменилась. Мы видели одного кандидата, мы видели работу другого кандидата. А готовы ли мы выбрать лучший вариант? Кстати, смотрите, опыт Киева показал. Тот же демократический альянс, который постепенно шел к тому, чтобы войти во власть, он попал все-таки в этот раз в Киевскую Раду городскую. Вот одесситы пока еще, к сожалению, не могут себе этого позволить. Я думаю, что 2015 год в этом плане должен стать неким таким переломным все-таки. Каким образом, если это возможно? Есть подозрение, что возможно выборы в мэре у нас будут еще раньше, чем в 2015 году. Ну, кстати, об этом я тоже слышал, но это тема отдельного разговора. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем, есть телефонный звонок. Алло? Да-да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Говорите. Да, шею я встану. Говорите. Меня зовут Юра. Да, Юра. Очень приятно. Да, я просто вижу вас, вы молодые люди, вам поведение пришло в армию, почему вы не в армию? Вы сейчас к кому обращаетесь? Ко мне, как к офицеру запаса? Я к вам и к малому человеку. Вы именно старше, мне 42 года, я могу быть в армии. И к тому, почему вы не служите? Все, извините. Я понял. Юр, давайте я отвечу. Значит, мне тоже 42 года, я не женщина, чтобы скрывать свои годы. Офицер запаса. 22 года и 5 месяцев службы. Ну, если я так ответил на ваш вопрос, по военно-учетной специальности, военный журналист, начальник регионального медиа-центра Министерства обороны Украины. Вот так. Юр. Я готов ответить. Значит, с первых дней, когда только мои сослуживцы выдвинулись, скрытно переместились и обеспечили оборону Крымского перешейка, моего разведподразделения, в котором я как бы служил, и с первых дней я, можно сказать, в армии. На 74 тысячи гривен мы привезли того, чего не смогло обеспечить государство. Лично я, благодаря помощи многих одесситов, это сделал. И кто вам сказал, что я не служу сейчас? Дело в том, что есть варианты, когда можно попасть в батальон территориальной обороны. Это, кстати, к сведению губернатора. У нас многие одесситы пришли сами, без повесток, пришли защищать родину. У нас три батальона такого образца. Два из них, по-моему, там все хорошо. А вот с этим батальоном у нас какая-то беда прям. То есть люди получают автоматы и ходят целый день по плацу. Один раз выехали, постреляли, и вот вам служба в армии. Я за все время, за три месяца вот этой плотной работы, я сделал больше, чем я мог сделать в боевом подразделении. Юр, давай так, я буквально две секунды скажу за тебя. У меня встречный вопрос. Вот раз одесский разговор, давайте по-мужски, по-одесски. Юр, который звонил, а вы повесточку получили, почему вы не в армии? Ну это ладно, можете не отвечать. Что касается Юры, Юр, закрой уши, не слышит. Вместе с ним мы были в Сальково, первый раз, когда приезжали в 79-ю бригаду, к нашим николаевским десантникам. И единственное скажу, к сожалению, наша николаевская бригада тоже понесла потери. Есть уже там погибшие. Ну это вот такой разговор, давайте не будем выяснять, кто больше родину любит. Родина у нас одна, любить ее можно вот так. Любить или не любить, потому что она Украина. Юр, что касается, кстати, вот этого батальона территориальной обороны. Мы поговорим об этом обязательно, и сейчас поговорим. Ты обращаешься к губернатору, и, наверное, уже посредством прямого эфира и я обращаюсь, что, насколько я понимаю, ситуация там довольно-таки непростая. Если говорить там Азов, Азов, Донбасс, другие батальоны, которые непосредственно участвуют в боевых столкновениях, в боях на Донецке, на Донбассе, освобождая украинскую землю от бандитов и наемников, то с нашим батальоном такие действительно проблемы. Люди не учатся воевать, их просто муштруют. Всем ли они обеспечены? Сергей, ну первое, да, то есть по 40-50 лет мужчинам. У них есть семья, у них есть работа, зарплата и все такое. То есть они все об этом бросают, идут. Идут с надеждой на то, что они будут максимально качественно использовать свое время и принесут пользу Родине. Но когда какое-то бездарное какое-то отношение, то есть я знаю, что при Министерстве МВД шторм, там ребята занимаются, там все четко. Я знаю, что батальон Одесса, то, что курирует Форостяк, там тоже занимается. Но кто-то подводит очень сильно губернатора. И зарплата у ребят там какие-то там несчастные по 300 гривен, там им выдавали, там каких-то 80 рублей. Ну какая-то смехота. Мне сейчас, перед тем, как к вам ехать, позвонил человек и сказал, мне сказали, что я могу с вами говорить и полностью все рассказывать. Говорите так, как есть, на той прямой эфир. Вот ребята говорят о том, что они на следующей неделе объявляют голодовку. Сейчас мы говорим, давайте еще раз подчеркнем, да, вы понимали, и власть, и мучие, и одесситы мы говорим о батальоне территориальной обороны. Да, и я предлагаю всей общественности, наверное, с представителями там обл. администрации, потому что это как бы, ну, я так понял, взял шеф над этим батальоном губернатор. И обязательно проинспектировать, сделать общественный контроль, да, там что там происходит. Потому что говорят, ну, постираться даже негде. То есть там какие-то там бытовые реально вещи, которые не решены. Юр, давайте так, учитывая, что у нас прямой эфир, я сейчас могу обратиться и в том числе к губернатору, или к его помощнику, который, надеюсь, смотрит эфиры всех одесских, всех одесских телеканалов, у нас, наш в том числе, я обращаюсь, давайте вместе поедем туда, вместе посмотрим, и в прямом эфире расскажем одесситам, что происходит в батальоне территориальной обороны, который, вот, по словам Юры, он ссылается на свои источники в этом подразделении, люди готовы голодать. Ну, неправильно как-то, да, вот, защищать родину, ну, как-то вот так, это неправильно. Юр, и все-таки возвращаясь, вот, наверное, для того и необходимо идти во власть, в том числе и общественникам, людям, которые знают не понаслышке проблемы медицины, образования, вооруженных сил, идти во власть и на местном, даже на местном уровне решать те вопросы, о которых мы говорим. Сергей, мы вот наблюдаем очень много хороших дел, это общественники там, кто-то просто, ну, и попиарится, когда уже одесситы будут власть, Юр, вот такой вопрос. И вот это все, не такие пшики, всплески, засветы, они вот не меняют ситуации, то есть, он постоянно кто-то везет в Киев какого-то очередного будущего начальника вместо мздоимца, везет в Киев и снова, а кто везет? Тот, кто курировал схемы отбора денег у граждан, да, то есть, и эти сигналы поступают, поступают и поступают именно сейчас. То есть, и то, что у нас есть надежда на то, что наш новый президент поставит себе цель с этим, как бы, ну, побороться. Украина обречена на успех, потому что она загнана между двух этих сильных игроков, которые играют Украиной как футбольным мячиком. То есть, ну, рано или поздно у нас будет только один выбор. Показать пример, и той, и другой стороне, да, вернее, вот России, да, что Украина может, как Грузия, добиться очень огромных успехов. И вот ничего, ничего она мне дает никаких решений. Я пришел к выводу, что пока мы каждому чиновнику не покажем, что на твое место есть три кандидата, это не просто три кандидата, имения может и более достойных. имения, да, это праймерис, это нормальные, нормальные слушания, идеи, планы, это достойные люди, которые убедительно могут сказать, я буду лучше тебя, ну, ладно, он сейчас назначен, но только твоих два-три шага ошибки, и этот человек тебя заменит. Если что-то случится с этим человеком, есть еще два, которые могут прийти на замену. И это же не просто там попугать, а это значит, они будут вокруг себя объединять какую-то общественность, они будут работать громадские приемальни, они будут контролировать постоянно, они будут взаимосвязи, и тот будет постоянно чувствовать, что ему нельзя допустить никакой ошибки. То есть и каждый из нас должен, как бы, быть прежде всего профессионалом специалистом, да, то есть у нас много, я очень много людей в граде громадской безпеки узнал, и по своей специальности, кстати, мы встречались, мы пересекались, действительно достойные специалисты, они сейчас не нужны. А вот так вот мы найдем им применение, и мы, я считаю, что единственный путь, вот кто, вопрос, мы же все ходили, кто, но будет мэром, у всех этот был вопрос, кто будет начальником земельных ресурсов, да, кто будет начальником ВМВД, кто будет начальником там той или иной службы, у нас должно быть, кто будет на каждый округ кандидат в выборы в Верховную Раду. Сейчас, прямо мы можем сказать, не можем, мы должны этим заниматься. Нас всем отвлекают, всем чем можно, только чтобы мы не занимались этим. Это война, это настоящая война. И потому такие постановщики, которые мастерски создают картинку боевых действий, да, то есть, а кто у нас, мы знаем, кто орудие, да, и второй человек, это, который, тоже, по-моему, мастер карнавала и всяких там праздников, да, то есть, то есть, понятно, что их кто-то верит. Ну, называйте фамилии, это Губарев, да? Это Губарев. Дед Мороз, который там провозгласился кем-то. И наш всем известный руководитель боевого подразделения в Донбассе, да, значит, стрелков, стрелковцы и все такое. Вот, например, по Губареву информация. Недавно, ну, как недавно, приезжал к нам Панарин. Это советник, там, по-моему, президента России, там, по информационным войнам. Я нахожу этого Панарина, нахожу и Губарева, я нахожу, кстати, он мне пытался комментировать. То есть, что это значит, что это четко, нормально спланированная информационная война. А знаете, цена какая этим информационным войнам? Когда приезжает сюда Панарин, просит, чтобы он выступил в каком-то учебном заведении. Мы ему устраиваем, начинаем спрашивать, начинаем договариваться. А потом, оказывается, что ему надо денег заплатить, долларов 500, 300-500 долларов, да? Юр, ну, с Панариной, это хорошо. Вот цена нашей, этой политики дешевой, вот этого обмана всего, вот начинается, вот оно, откуда все идет. Юр, ну, мы-то должны говорить о самом главном, что хватит уже одесситам обманывать себя. Одесситы, как взяли себя в руки и вышли на улицу. Ведь опыт у нас появился. Давайте говорить откровенно. В чем преимущество Майдана? Вот бросайте у меня в камни, там кто еще не добросал. Все меньше и меньше таких остается. В чем плюс Майдана? Что Майдан показал, мы люди, они как по классику, да, тварь ли я дрожащая. Да не тварь я. Я одессит. Я хочу быть одесситом и хочу идти во власть. И хочу что-то менять. Что Майдан нам показал? Что мы претендуем, а мы ничего не предлагаем. Мы на Майдане могли, там все эти вопросы, мы зиму там стояли. Почему за зиму этот кадровый резерв не создался? Почему он не создается? Понятно, что есть много сил, которые... Может вопросы к вам, ко мне, к Одесситам вообще? Значит, я не все время провел на Майдане, но в Одессе, я думаю, что рада громадской безопасности. Сейчас речь идет о том, что сейчас снова мы говорим на отчетном собрании, вот я говорю, Марк, Руслан, что передать? Мы идем во власть. Мы идем законным способом, идем во власть. Мы формируем политическую партию и идем во власть. Да, нормально, политическую партию, хотя у нас этих партий немерено, более-менее с нормальным, белым, как бы, ну, не запятанной репутацией. То есть, ее можно и не создавать. Но важно то, чтобы мы понимали, что у нас должен быть этот кадровый резерв. Одесситы должны взять себя в руки, сказать, кто у нас специалист по вот этим, вот давайте проведем праймерис, кто что предлагает и кто что тут знает в этой сфере. План действий. Три-четыре кандидата лучших выбрали, все. И когда у нас будут эти кандидаты, у нас должна быть сетка, сетка полностью всего управления городом, своей страной. Тогда мы сможем добиться чего-то. Я вообще за то, чтобы мы сейчас не думали о газе, я вообще за то, чтобы мы думали сейчас о источниках, например, новых технологий энергии. Таких миллион хранится. Я вообще за то, чтобы мы не зависели от доллара. Это новые деньги, да, например, биткоины уже давно, уже это самое. Давайте делать революцию по полному, давайте делать, обрубывать... И давайте на этом закончим. На сегодня закончим. Юра, остается меньше минуты эмоционально. Вижу, наболело, вижу, что действительно готовы идти во власть. Одесситы готовы идти во власть. Им не нравится в этом плане посыл нашего президента, который, судя по крайней мере, по инагурационной речи, он готов сражаться за Крым, за Донецк, за единую Украину. А в этом мы его обязательно поддержим. Не хочется только разочарования. Одесситы идут во власть. Через несколько минут в этой студии мы снова говорим о посылах президента, о том, на какие вопросы он уже ответил или пытается ответить. И вообще говорим о вызовах современной Украине. У нас наступила новая политическая эра, и с этим трудно поспорить. Юрий Казарис был гостем нашей программы. Человек, который с первого дня воюет. Воюет на своем фронте, помогая нашим украинским военным. Опять-таки, обращаясь к тому телезрителю, который дозвонился. Звоните. 737-7310. Телефон прямого эфира. Через несколько минут снова встречаемся. Юр, до встречи. Еще много о чем поговорим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова